Привет всем! Вы на канале самого крупного импортера электромобилей из Китая в Украине, компании Volt Auto. Сегодня мы расскажем вам об очередном электрокаре, который произведен в Поднебесной и который вы можете купить у нас по очень привлекательной цене. Французы из Рено создали с китайской государственной компанией Tiangling Motors Corporation, совместное предприятие JMEV. Из его названия понятно, что оно займется выпуском электромобилей. Первая модель для конвейеров уже готова. Серийный электрокар получил название Yee. Это седан с колесной базой 2 метра 75 сантиметров. Длина же будущей новинки 4 метра 67 сантиметров. Базовая версия получила один электромотор мощностью 110 киловатт или 150 лошадиных сил. Топовая версия будет иметь два электродвижка. Кроме заявленного разгона до первой сотни за 5,8 секунды деталей нет. На выбор предложат две батареи емкостью 47 и 59 киловатт-часов. На одном заряде вы проедете 400 или 500 километров соответственно. Так как в совместном предприятии участвует европейский бренд, то неудивительно следующее. Модель Yee уже этой осенью выйдет на рынок Китая, а в начале следующего года она также появится во Франции. Все наши покупатели отмечают то, что приобретать электромобиль из Китая в Украине просто и надежно. И это действительно так. Все наши контакты в описании под этим видео, а также на сайте voltauto.com.ua. Электромобиль с названием Mobilize Limo. Этот электроседан разработан совместно с китайской Tiangling Motors. Как вы понимаете, производиться он будет в Поднебесной, а Tiangling начнет продавать эту модель на местном рынке под названием Yee. Но в Европе он будет пока что представлен только во Франции и с шильдиком Mobilize Limo. На борту есть единственный мотор мощностью 110 кВт или 150 лошадиных сил. Он даст возможность разогнаться до сотни за 9,6 секунды. Максималка 140 км в час. А литий-ионная батарея емкостью 60 кВт-часов обеспечивает около 450 км пробега, согласно европейской методике подсчета WLTP. Стандартное оснащение Mobilize Limo входят 8 аэрбэгов. Несмотря на это, электромодели не удалось получить все пять звезд безопасности от Euro NCAP. Седан получил от экспертов-тестировщиков только твердую четверку. Модель не заработала пятую звезду, потому что есть недочеты в защите шеи у пассажиров заднего ряда. Еще при фронтовых ударах голени водителя и переднего пассажира защищены плохо. В целом, при всех видах столкновения образцы показали себя хорошо, набрав 80%. В целом, батарейные авто показывают себя лучше в таких краш-тестах, учитывая более прочную конструкцию, полученную благодаря встроенной в кузов батареи. Также есть большее пространство для смятия при фронтальном ударе с полным или частичным перекрытием. Есть у этого авто проблемы и с автоторможением. Несмотря на то, что это считается дополнительной, а не базовой опцией, эксперты все равно учли этот показатель. Также выявлен риск жизни для пешехода при ударе о стойке лобового стекла. Еще есть проколы в работе системы предотвращения повторных столкновений. Надеемся, что это видео об электромобилях из Китая вам понравилось. Если это так, то будем благодарны за лайк и комментарии. А в разделе видео вас ждут остальные сюжеты о почти всех электромоделях из Поднебесной.